Паб Песия Яма. Тайные союзники. Новые союзники ждут вас в старом баре на реке. Встретьтесь с самыми высокопоставленными лоялистами и узнайте, что они затевают. Это паб Песия Яма. Он закрыт для посетителей. Считается, что полк квартала вымерла от чумы. Мы сидим под носом у лорда-регента, а он ничего не подозревается. Это, наверное, подозревает. Конечно, если о наших планах поразнают, сюда ворвется городская стража с палашами наголо. Теперь после вашего побега лорд-регент весь город перевернет. Верну. Я отведу вас к адмиралу Хевлоку и остальным лоялистам. Адмирал – человек серьезный. Если кто и может найти пропавшую девочку, леди Эмили, и вернуть вам доброе имя, так это он. Паб Песия Яма. Как встретиться с лоялистами? Встретиться с лоялистами в пабе. Сведения обновлены. Лодочник Самуэль переправил вас по реке из тюрьмы Колдридж. Он работает на подпольное движение, которое борется с незаконным правлением лорда-регента. Лодочник хочет познакомить вас с другими участниками заговора. Так, есть что-то еще? Дангл. Нет, наверное. Хотя это Песия Яма. Нет, вряд ли. Там паб. Посмотрим, что еще здесь есть. Где-то открывается. Где-то работает. Заглянуть так, может, через крышу. Надо как-то заглянуть. Кто там работает? По крышам, по крышам. Ну, можно по крышам. Ну, это будет, наверное, убийство не... Мы можем сохраниться. Да, можем сохраниться. Кто это такие? Ой-ой-ой. Заговором лоялистов покончено. Все, я прошел игру. Ну, если играть с бандита... Мы бы прошли игру. А, то есть тебя нельзя, ты главный. Добро пожаловать в паб Песия Яма, сэр. Чем могу? Милости просим, сэр. Я Уоллис. Это Сесилия. Нас предупреждали о вашем визите. Мы сделаем все возможное, чтобы не отвлекать вас от важных дел. Именно. Именно. Вторую служанку зовут Лидия. Что-то хоронить. Ну, короче, она не главный персонаж. А нет, заговором лоялистов покончено. Хорошо. Я просто думал, мы ее вначале убили, а потом его. А из тебя? Какой уворотливый. Ну да, так нельзя. Хорошо. Так, подождите, я еще с этим не поговорю. Глава у вас, все не закрыто. You cannot kill the red plug. Так, ну что-то типа ты не должен убивать мышей. Падальщик, наверное, plug. Plug, не знаю. Круто. Я так думаю, они там трудятся без устали. Присоединяйтесь к ним. Они помогут найти настоящую убийцу, императрица. Я думаю, мы... Так. Курение вредит здоровью. Адмирал не терпится вас видеть. Не просто вас было вытащить. Так, давай, затягивайся. Давай, давай. Ну ладно, так. Тоже нельзя. Короче, все ключевые персонажи. Как тогда убивать невидимых, если все ключевые персонажи. Так, можно заглянуть. Вроде все чисто. В принципе, это наше здание. Наконец-то, что кто? Там внутри, наверное, болтают. Так, немножко здесь побегаем. Совсем чуть-чуть. Вот здесь что-то спрятано. Карта Зубастого мыса. А, 75 монет. Тайная Пандусия. Отрывок из книги о далеком континенте. В Академии Натурфилософии говорят, что континент Пандусия – удивительное место, где жизнь развивается своим чередом с древних времен и не имеет ничего общего с цивилизованным миром. Смотрители из аббатства, обыватели и рассказывают об ужасах тех мест, погрязших в ересе, о нелюдях, которые практикуют отвратительные и варварские ритуалы. Немногие путешественники, побывавшие на дальнем континенте, вернулись на острова. Все они описывают бескрайние пустыни, дремучие леса и невероятных созданий, в существовании которых трудно поверить. Едва ли не каждое поколение пытается основать на берегах Пандусии колонию, которая со временем сможет превзойти величием сам Данолл. Впрочем, все прежние попытки были тщетные. Новая запись в дневнике. Так, хорошо. Так, вот туда, наверное, можно забраться. Хотя зачем? Здесь как-то, наверное, можно, по этой трубе мы тут внутри точно не проползем. Граждане города, комендантский час продолжается от закатуры до рассвета. Лица, нарушившие комендантский час без особого разрешения, будут допрошены и при необходимости задержаны. Помните, суровые меры, надежные, надежные меры. Задержим меня с арбалетом. Так, туда можно забраться. Скорее всего, можно. Так, надеюсь, на что. Нужен ключ от пестии ямы. Видимо, туда потом заберемся. Так, надо как-то забраться. Вот отлично. В любом случае, медная проволока. Ну, понятно, в общем, эти монеты, они не будут везде спрятаны. Эмма Хардвейл. Вейл. Наверное, Вейл. Может, Вейт. Ардвейр. Ниц. Что-то все нуждаются, короче. Граждане Донуала. Старый порт теперь также подлежит выселению. За месяц семян число плакальщиков возросло. По распоряжению лорда-регента все установления о чуме станутся всели до окончания месяца дождя. Будьте бдительны, будьте верны. Туда нам не зайти. Так, ладно, здесь мы посмотрели. Туда нам не попасть. Здесь вряд ли что-то есть. Здесь что у нас? Корона. Но явно какие-то тайнички должны быть. Так, туда можно попробовать упасть. Наверное, мы сейчас закончим игру. А нет, все нормально. Здесь можно ползать. Правда, непонятно зачем. Все, туда не пускают. Да, пока еще пускают. Так, рыба опять. Так, опять рыба. Самое опасное в этой игре это рыба. Как мне выбраться? Что-то обратно не идет. Пошел. Но рыба, я так понимаю, нет. О, что-то есть. Икра. Икра с синезубой миноги. Есть. О, отлично. Все, хотелось на ее. Так, а ты добрая? Да, наверное, такая же. Так, а здесь наверняка можно... О, можно проплыть. Нет. По-моему, может слишком широко. Ладно, видимо, туда потом. Либо оттуда выберемся. Опять же, Рут. Ладно, я так понимаю, это будет что-то типа нашего убежища, куда мы будем постоянно возвращаться. Там, наверное, нам осталось исследовать наверх. Мы, наверное, потом заберемся. Здесь дверь есть. Нужен ключ от мастерской Пьеро. Ли Пьеро. Здесь что у нас? Виски. Виски. Так, а это что было? Фонарь какой-то. Я так понимаю, здесь делать нечего. Сейчас что-то лежит постоянно. Вианская руда. 20 монет. Ясно, это для тех, кто хочет собрать все-все монеты. Мы этого делать не хотим. Мы просто любопытные. Просто интересно, что здесь вообще есть. Это башня какая-то здоровая. Надо, как-то надо вернуться к ней. Заходим внутрь. К лоялистам. Офис. Закрыт. Это мастерская. Это все соединяется. А, вот надо с ним поговорить. Так, мы все двери откроем, чтобы у нас был сквознячок. Вот здесь что у нас? А, мы смотрим, потом сможем залезть. Спрыгнуть. Так, отпустить. Что-то есть. Переработанная ворвань. Или ворвань. Не знаю, что это. Ключи не берется. Но это не мастерская. Здесь какая-то дверь. Нужен ключ от катакомб. От катакомб старого порта. 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 Понятно. Сюда тоже потом. Надеюсь, у нас второй этаж. Флор. Порафлор. Второй этаж. Олис. Разрешите представиться. Каммердинер лорда Пентлтона. Мажор дом особняка Пентлтон. Должность досталась мне, чтобы там были лояристов. Сколько я помню, Адмирал не знал поражений. Если в данном Оле можно восстановить порядок, Адмирал это сделает. И если кто вернет нам прежнюю жизнь, то только он. Он хочет, чтобы я доверял ему. Я никому здесь не доверяю. Первая комната. Аудиограф. Сейчас прочитаем. Вас послушаем. Пустая бутылки надо все разбивать, чтобы не было этого. Равно не мое. Так, вон. Изукрашенное блюдо семьи Инчмаут. Сто монет. Кто-то обои хотел сорвать. Либо сами. Нет, сами вряд ли они так отклеились. Все возможно. Так, можно меткость проверить. Так, ладно, сейчас слушаем. Мои комнаты наконец-то обставлены. Несмотря на бесконечные жалобы этого дряхкого лодочника. Остальные представить не могут, как я страдаю. Кстати. Отворачиваться от микрофона. Олес, будь любезен. Открой две бутылки Доноланского красного. Неважно какого. И принеси чистый бокал. Снова микрофон. Ладно. Отложим до завтра. Так, а завтра уже, наверное... Это все? Это будет повторяться? Нет же второй. Выключить. Так, какая-то картина. Что не подписано? Ваша работа? Да, я рисовал. И это я рисовал. Ну, такая-то главная башня. Мы, наверное, там будем в финале. Ладно, пойдем во второй комнате. Ваша работа? Да-да-да, вот. Вот. Раз и два. Это вот это не моя работа. Это кто-то до меня здесь был. Здесь тоже. Так, здесь вторая. Вон здесь камин. Цундук. Так, ворвань. Воспоминания Китобоя. Часть 1. Отрывки из дневника молодого Китобоя. Воспоминания Китобоя. Часть 1. Юные годы. Вместе с сестрой Ниной мы покину... Мы покинул. Тивию. Попрощавшись с тетушкой, которая заменила нам родителей, мы оставили позади родной город Яру и холодные, но прекрасные земли. От родителей нам досталось солидное наследство, добрая половина которого ушла на то, чтобы перебраться в Дануол. И открыть небольшую лавку. Мы стали продавать тивянские меха. Я помог Нине наладить торговлю. А затем наконец-то смог осуществить свою мечту. Я всегда хотел ходить на Китобойном судне, чтобы однажды стать капитаном, а то и владельцем флотилии Китобойных судов. Со слезами на глазах Нина расцеловала меня на прощание, и мы расстались на долгие месяцы. Как ученик Китобоя, я учился выслеживать этих огромных морских чудовищ и убивать, подходя к ним совсем близко. Меня опьянили соленый ветер и бескрайние волны, погоня за раненым китом и даже то, как мы поднимали гигантскую тушу на палубу с помощью сложной системы талий. Первые семь месяцев море изменили меня больше, чем предыдущие семь лет. Суровое ремесло оставило свой след, так что Нина с трудом узнала меня, когда я, обветренный крепкий моряк, пришел навестить ее. Она видела, что я счастлив, что я нашел свое предназначение. Так, ну походу они расстались. Это вторая, да? Флот и Адмиралтейство. Выдержки из книги по истории военно-морского флота. У каждого острова есть корабли, но ничто не сравнится с блистательным грозным флотом Гристоля и опытными адмиралами. Юноши Гристоля мечтают однажды стать капитанами этих славных кораблей. В городе есть целые династии капитанов, прославившиеся охотой за знаменитыми пиратами и подавлением мятежей, таких как Марлийский мятеж. И в мирное время и во время войны Гристолю нет равных на море. Корабли, созданные по проектам Антона Скалова, являют собой шедевр китобойного искусства. Они устроены так, что команда может втащить добычу на борт, разделать и переработать тушу еще до возвращения в Дануол. Можно видеть, как кипит работа на кораблях, которые величаво плывут по Ренхевену, возвращаясь в доки богатых компаний, таких как китовая мануфактура Гривза. В закатном солнце вид гигантских морских созданий, лежавших на палубе, производит незабываемое впечатление. Хорошо. О, кошель. Это мы заберем. Дневник Хевлока. Запись первая. Так, а Хевлок это который у нас тут лидер. Так, ладно, почитаем сначала. Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как наши люди отправились в старые катакомбы, чтобы оставить оружие для Корва. Хочу надеяться, что все получится. На это оружие Пьеро... Пьеро. Потратил немало времени и средств. Хотел бы я, чтобы мы могли производить сотни тысяч таких устройств. Тогда флот Дануола стал бы непобедимым. Но вернемся к Корва. Вырвется ли он из Коудриджа? Сможет ли добраться сюда? Я бы оценил его шансы как один к пяти. Так, ну то есть получается в целом Хевлок нам помог. Пьеро сделал нам оружие, этот арбалет, которым мы еще только против рыбки пытались справиться, но не получилось. Ну это его, видимо, там мастерская. Хорошо. Слушаем. Запись 1-4. Похоже, мы вступили в новую фазу. Импровизации Мартина принесли плоды. Бывший телохранитель освобожден и на пути к месту представления. У нас есть голоса фракции Пен Билтона и мои связи в военных кругах, но мы не можем направить смертоносную силу на прежде недосягаемое. Ох, короче, нам нужен человек, который будет убивать для нас этих ублюдков. Корван нам вполне подходит. Я не сомневаюсь. Конец записи. Выключился. А где этот рычаг? Так, в общем, я бывший телохранитель императрицы. Там какое-то звание у нас было. Так, ладно. Что ты? А, ты не тот. Внимание, граждан Данола. Сообщение, что хрустаки заполнили реку до самого устья и затопленного квартала. Не приближайтесь к речному хрустаку и не пытайтесь его уничтожить. Любые предметы, добытые из хрустаков, являются собственностью казны. Знаю больше, что такое хрустаки. Так, идем в 203-ю. Так, а мы там все посмотрели? Ну, не все посмотрели. Картины нет. Есть много наград. Медалей. Есть одна картина. Это, по-моему, разрушенная. На корабль не похож. Это разрушенная. Так, на это, видимо, там, где мы находимся. Что-то похожее. Здесь еще что-то есть. Ладно, вроде как все посмотрели. Где он в 203? А может, что он за дверь? А, ключ. Ключ от комнаты хозяина папы. Нормально, я так пропустил. Так, может, 213-й тоже что-нибудь есть. Граждане Дануола, шесть месяцев назад, в день трагической гибели матери, была похищена леди Эмили Коудуин. Если вы располагаете сведениями, которые помогут найти и вернуть дочь нашей любимой покойной императрицы, немедленно сообщите о ней в городской страже. А это не та? Лидия. О, должен быть вы и есть, Корво. Я, Лидия, к вашему слугам. Ваша комната наверху уже готова. До вашего приезда, мне казалось, вы нам, вы много старше, как адмирал Хевлок. Так, Лидия, это вторая служанка, к которой мы тогда к первой обратились. Он будет, есть еще вторая. Это, видимо, вторая. Так, здесь, может быть, ключ ку-то есть. А есть измельченный кристалл. Пропустили. Надо все забирать. Так, ладно, идем ввести третью. Что у нас здесь? Песня Гарпунеров. Отрывок из сборника песен моряков. Что нам делать с шальным китобоем? Утром на рассвете. Бросить его голодным крысам. Утром на рассвете. Йохо, поднимай быстрее. Утром на рассвете. Вскрыть ему глотку ножом побольше. Утром на рассвете. Сунуть в мешок и бросить за борт. Утром на рассвете. Йохо, поднимай быстрее. Утром на рассвете. Так, ну, наверное, вам не трудно было ее запомнить. граждане города комендантский час это уже было кошель пятерка здесь можно вылезть так какой-то человек на краю горы если это человек прочная дверь открыть что-то там в принципе так видно так тоже можно выйти куда-то а это мастерская уже мастерскую пришли сохраняемся мало или сюда рановато с мы откроем с этой стороны наверно только две бочки еще много бочек еще четыре еще шесть так но это я так понимаю здесь нам будет делать оружие различное а здесь никого нет не диск кто-то работал же слышали старый порт то же самое теперь мы можем открыть на так странно походу это не то место это значит не мастерская а вот нас мастерская а и сверху мы вон там по моему может быть он там может быть все понятно сходим туда тянетесь на второй этаж так что позже такая твоя бросить что активно нельзя чтобы нас увидели но так даже романтично не находите не находит что так тоже романтично она тоже на ключевая конечно не просто служанка у тебя есть ключ а забрать на на можно только так раньше я работал тут за стойкой у чего я только не насмотрелась я тоже сейчас так но я смотрю на ключ включительно ключ нельзя его забрать так попробуем попробуем это вряд ли то место здесь можно обойти здесь мы вообще не были и до зашли окна там мы были там мы лазили будут фром за и есть это кровь глаза в глазах а кровь из глаз окна ты не она на туда нам пирпич он еще с мастерскую погиб нет ну значит потом будет открытой наверно поразительно пока нам не попасть туда но потом видимо так и надо будет попасть что там больше некуда идти из тоже все окна закрыта хорошо ладно тогда пока пока дальше смотрим что есть тут еще так это какая дверь у нас непонятно летание белого утеса отрывок из священных текстов смотрителей написано верховным смотрителем эйбрамом темплтоном говорю вам братья что мы встаем праведной силой на пути наползающей тьмы мы объединяемся против неведомых духов готовых внести нас в ночь чтобы мы больше не узрели ни домов своих ни семей вместе мы станем кнутом пастуха что возвращает заблудших овец дабы не попали они в пасть чужого наши добродетели разожгут яркий огонь который укажет путь другим тем же кто сойдет с верного пути мы нанесем удар дабы не стали они нашептывать ели соседям и не наполнили их сердца тревогой и смятением груш съедим так ты открыл я хотел открыть а это туалет это уборная воспоминание китобой часть 2 с него первое в этом 202 201 201 без 2 это у нас хэлл бок так что есть у тебя есть ладно хотя бы делать вид что убирается пятерка так то у нас ванна такая тень горкалиста этаж 2 тень горкалиста отрывок из сказочной повести двигаясь на отблески угасающего костра я увидел ее она проворно работала большой иглой накладывая безупречные швы тайное ревенсло пришедшие из глубокой древности он лежал крепко привязанный к деревянному столу и тело его содрогалось меня будто потолкнули ближе она повернулась и я удивилась сколь равнодушным было ее лицо игла осталась в ее плоти чистым голосом она произнесла ты полагаю его возлюбленная ты тоже была ли не верно теперь пора подлатать и тебя чудесно юный принцесс тиви отрывок из театральной постановки лорд натан 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 был вне себя от гнева как вы посмели сэр явиться в мой дом в подобном облачении мне следует передать вас стражей развратный тивианец принц колесар подходя ближе суровый же прием вы мне оказываете милорд должен сказать ваша дочь была куда более гостеприимной увы она отправилась на прогулку и оставила меня на одного лорд натан был запинаясь оглядывая юношу с головы до ног что что вы делаете покиньте мой дом возвращайтесь свои ледяные пустоши белокожий шельмец принц колесар скромно пора тягивая руку к чему ссориться лорд был почему бы мне не быть здесь как я уже упоминал у меня установились теплые отношения с вашей семьей лорд натан был с удивлением господи колесар ваша кожа такая горячая она обжигает так это пока все так туалет что там нет ничего все убрать так странный туалет здесь почему открыто есть бы закрыть для начала от ланд закроем так главное использовать его правильно то есть отсюда они отсюда воспоминания китобоя часть 2 отрывки из них а пожилого китобоя воспоминания китобоя часть 2 последняя запись последняя запись более четверти века я охотился на китов но теперь я слишком болен чтобы выходить в мой выходить в море я изучил острова как свои пять пальцев и заработал больше денег чем большинство людей видится за всю жизнь но все в прошлом я помню смерть императора я своими глазами видел коронацию его дочери она умерла такой молодой и красивой красота притягивает смерть я заходил во все известные по порты бывал в самых дальних морях я увидел утесы вокруг пандусии но даже самые прекрасные из них не радует меня все что осталось в моей памяти это бесконечная череда растерзанных душ огромные гибкие прекрасные создания пели среди волн лишь для того чтобы в них всадили гарпун уродливые обветренные головорезы готовые прирезать товарища ради пары крепких сапог годы шли и я все реже бывал дома и отвык от беззаботной болтовни и городские жители считали меня странным в часы моих редких визитов нина не знала о чем со мной говорить когда продажный поверенный лорда регента лишал мою сестру состояние я был в сотни миль к востоку от морли сжимая в руке обледенелый гарпун и я пытался догнать первого за много месяцев кита я поддерживал нину как мог но она умерла в первые дни чумы моя жизнь растрачена зря промысел погубил все мои мечты мир посмеялся надо мной печально печально и грустно зато когда-то ты был счастлив первым выходом в море ваша работа здесь здесь не моя так все получается а это что у нас так это мечтали да песню мечтали это просто закрыт где-то что-то еще должно быть или все видимо пока все так ключ от чего мы брали ключ чё пугаешь будет туда-сюда так а здесь мы не были третий на третьем этаже здесь у нас забаррикадирована они шугаются так с тобой мы говорили цесилия 1 служил императорском флоте но я так понимаю что он ушел когда у него что-то не заладилось с лордом регентом что регентом я не знаю какая пускай быть регент так это у нас чердак жилище корба а это мое жилище хочу тут бродить это на это мое жилище за голден кэт плата и окошко так здесь мы будем отдыхать между миссиями соколов эликсиром соколов везде свою руку приложил целебные травы так что-то наверное есть наверху нет просто вентиляция то она сама открыл так что у нас здесь это можно спрыгнуть а мы там были да а вот так вот можем спрыгнуть так нам туда не надо просто сделаем проветривание волшеб дождя не был данным не надо тоже самая надпись две косточки фонарь фонарь ой эликсир нет блин надо было сохраниться попробуем еще раз надо научиться прыгаться о лесу а ты немножко страшный попробуем еще раз перепрыгнуть здесь мы полностью не все все посмотрели здесь более внимательно не смотрели сохраняем можно в эту башню попасть зачем-то здесь можно спрыгнуть в воду там он как раз таки рыбка ждет меня так что там сначала посмотрим куклы что-то типа имели что он для ребенка здесь можно перепрыгнуть так не перепрыгивается цвет страны странно вообще непонятно зайдем внутрь праздник фуги отрывок из книги о праздниках в конце каждого года после завершения месяца песен начинается праздник фуги новый год еще не начат а старый уже позади время праздника находится вне календарей это пора гуляний и веселья когда можно забыть о традициях и правилах которые соблюдаешь весь год многие выходят на улицу и поднимают настроение винами и особыми травами другие раскрашивают лица или носят маски чтобы предаваться страстям оставаясь не узнаваем не узнанными когда же небесные тела ясно свидетельствует о начале нового года верховный смотритель дает сигнал исполнить гимн искупления на этом праздник фуги завершается все возвращаются по домам жены к мужьям а мужья к женам враги опускают оружие все огни гаснут никто не вспоминает обиды нарушенные правила нормы от приличия и даже клятвы этого времени нет в календаре и поступки совершенные в этот период не имеет не имеют последствий и как бы не существует наутро наступает первый день месяца земли и начинается новый год праздник фуги как ты тут че куклы три куклы полет к сферам том 1 первый главы сказочной повести у меня поджилки затряслись от одного только звука странного корабля корабль этот был творением орхадо третьего префекта академии натурфилософия сам орхадо был в приподнятом расположении духа и восторженно расхваливал свой аппарат он потянул рычаг и нас окутали густые клубы дыма сильно запахло горящей ворванью и тут машина прыгнула вверх я был слишком напуган чтобы смотреть в окно которое вдруг показалось слишком тонким будто прочитав мои мысли смотритель брин с доброй улыбкой произнес читай летанию дитем дитя мою это защитит твое сердце от мрака бездны пока мы летим к внешним сферам читай так еще что то есть испытание пригодности отрывок из книги о тайных ритуалов аббаста так это мы читали же где то пригодность ребенка на это мы читали такое мы читали под кровать не залезть явно что то может быть как я слышу звуки птичек но не вижу может еще выше нам забраться туда мы прыгать не будем здесь у нас ничего нету а здесь можно куда то перепрыгнуть наверх точно не запрыгнем здесь можем спрыгнуть пока непонятно зачем чего здесь больше нету так ладно надо обратно перепрыгнуть так а в эту сторону он может в эту сторону надо все уже здесь не запрыгнуть так хорошо в общем это какой-то домик я все-таки понимаю что здесь должна быть скорее всего девочка может быть даже имени из чего бы вдруг может а ну в будущем она там будет так возвращаемся обратно что такое что такое здесь ничего у нас последнее что остается это попробовать перепрыгнуть куда-то там надо сначала сохранится сохраняемся учимся прыгать не получилось загружаемся может пока не можем что у нас потом какая-то способность будет дальше прыгать потому что в принципе то я пытаюсь раз бегу зацепиться нет все нормально так 30 монет ну и все больше больше некуда идти так все мы осмотрели в принципе вообще все наверное здесь еще не посмотрели внизу что есть стабилизация обе зая сити watch что-то там смотрители города так мусорным а то мы конечно заглянем ну и они с нами прятаться могут поиграем в крятки здесь у нас ничего репорт и не sickness тоже пока закрыто так здесь то есть нужен ключ от заброшенного жилища так а нам какой ключ дали какой-то ключ взяли один ключ от комнаты хозяина папа а зачем он нам надо в пабе еще что-то поискать так есть какая-то заброшка нам чтобы никто не выскочил чего нету стоит крестик так здесь тоже наверно открывается перья кингс порол есть монет ничего там больше нету так все получается смотрели тоже дверь должна открыться еще на должна быть вот еще одна дверь бутылки разбиваем алкоголь это вред но здесь то конечно выпьем просто разбиваем целое так с вами надо просто подойти мы продолжим позже лорд эээээ бэндлтон прибыл наш герой корова я адмирал хэвлок преданный слуга империи как и ты оставался на службе пока лорд регент не вышвырнул тех кто не признал его прав на престол а я лорд тревор пэндлтон в нашем маленьком сообществе я представляю аристократию впрочем здесь в пабе песья яма все что там это исторический момент корова я открою тебе тайну мы давно собираемся собираем союз лоялистов людей которые жаждут покончить и что-то восстановить монархию не страшаясь казни мы поклялись найти юную леди Эмили и короновать ее как императрицу у нас грандициозные планы но без тебя они невыполнимы нам нужны твои умения твое боевое мастерство помоги нам и мы поможем тебе уничтожить настоящих убийц императрицы прошу прощения должно быть вы очень устали мы можем продолжить разговор когда вы отдохнете но перед сном лучше загляните к Пьерро иногда с ним бывает очень сложно впрочем деятельный разум его извиняется да Пьерро в той же мере художник какой механик он будет заниматься твоим снаряжением загляни к нему и ложись спать продолжим разговор когда ты отдохнешь так обновлено сведения Пьерро изобретатель которого можно создавать и улучшать снаряжение Пьерро почти безвылазно торчит в своей мастерской так наверное наверху теперь дверь открылась хорошо что ты с нами корво я не имею ничего против остальных но человек служивший короне воистину незаменим алкоголь вред а у тебя бессмертный стакан ты поверил с Пьерро это он сделал оружие которое мы оставили тебе для побега из колд риджа зайди к нему когда будет время так а еще курение убивает так а это это нет кто кто он прям насквозь тебе элитный стакан тебе не понять что это значит работать с человеком стоявшим по правую руку от императрицы покойная уже та-та-та-та больше всего доверяла при доле везения мы хотя бы отчасти сможем исправить то что произошло с тобой я хозяин этого заведения короче чувствую себя как дома пьерро все еще хочет поговорить с тобой он конечно не дипломат но отличный человек самуэль это подарок богов без него мы не смогли бы ходить по реке ночью мы не зажигаем огни чтобы избежать любопытных глаз я бы все отдал за то чтобы снова выйти в море этот персонаж занят я сказал им будь я проклят если выйду в море под флагом узурпатора вы бы видели их лица будь проклят лорд регент после флота я едва не подался в пираты но тут меня осенило я начал собирать нашу маленькую компанию империя стоит на флоте помни об этом я с гордость служил империи до тех пор пока чиновники все не испортили Пендлтон славный малый раньше он был близко к этой године лорду регенту но ты не смотри что Пендлтон знатного рода не все дворяне мерзавцы я приобрел этот паб год назад хорошо тут было до того как разве разилась чума до того как убили императрицу и все полетело в тартарары но вместе мы все еще исправим у тебя слова закончились так хорошо что что не так я умер залез на стол я не знаю что это было я не знаю что это было походу я умер фарвард ты что задумал это просто пустые бутылки так что монетки монетки я заберу кто то обронил под столы я еще не смотрю но здесь что то есть тоже нет нету ничего так а получается ты у нас это вэлвак или как там вэлвак вэлвак у нас есть твой ключ у тебя что нашло да я такой был изначально так теперь оружие не убрать ладно так и здесь на что персиковая тарталетка там съедим пропустил так тут у нас что вывеска the hold pits где такая уже была так сейчас мы найдем куда применить ключ для начала где-то в этом папе что-то открывается а может все а вот здесь у нас так вниз мы спускались да и наверху как бы тоже были там же у меня ничего не было здесь здесь а здесь была да дверь от катакомб это не то это не то возможно наверное просто открывает эту внешнюю дверь точно железная дверь возможно она потом когда-то будет закрыта мы сможем этим ключом открыть от комнаты хозяина паба так он хозяин папа правильно соответственно а где вообще наши эти этажи наверху наверху у него и так дверь была открыта зачем нам ключ от двери который которая открыта да получается ключ от этой двери он пропустил а китобой часть 2 это может читали мир посмеялся надо мной в туалете такая же это конечно плохо что они их дублируют с другой стороны хорошо что меньше шансов что-то пропустить то отправляемся в механику геро роняем хотя здесь не разобьемся а все открылось я буду делать для вас оружие и снаряжение авторская работа специально для вас я создам лучшие инструменты для убийства а если бы я хотел работать скрытно о нет только не сейчас в бочонке закончилась ворвань вы не могли бы спустить еще один баг пока я ставлю этот? осторожная ворвань взрывоопасна если рванет бардак будет чудовищный пустой баг для ворвани этот пустой принесите полный баг пожалуйста если пустой так сохраниться можно так? можно я предполагал что это может произойти ну да я немножко с это с головой не дружу чего вы добиваетесь? я хочу узнать насколько ты крепкий ого все 4 удара выдержал ну ладно в целом крепкий посмотрим что у тебя здесь есть звездная карта южная полушария 75 монет технология Соколова и новый век выдержки из новой книги описывающие изобретение Соколова важное достоинство всех устройств Соколова это стандартное магнитное гнездо для баков с ворванью которое используется в качестве топлива пустой баг просто меняется на полный причем с такой работой легко справится даже черно рабочий или рядовой стражник это относится и к разрядному столбу и к световой стене и даже к самодвижущимся повозкам которые могут позволить себе богатые горожане единственным недостатком изобретения Соколова является уязвимость самих баков уже несколько человек пострадали от взрыва баков с ворванью так понятно это что-то типа топлива не ну было понятно просто могло быть что-то типа электричества мало ли так тиски раздатчик наверху выдаст полный баг с ворванью баг тяжелый но я не сомневаюсь что вам хватит сил спустить его сюда сделайте милость принесите его я придумал игру нельзя его схватить ну ладно так там что-нибудь есть нет а еще тиски точильный камень ну его оттолкнуть тоже не получится ладно это просто это просто мастерская нужен ключ от мастерской пиро так у тебя есть по любому ключ но не здесь еще одно решение выдержки из цикла газетных статей выдающегося натурфилософа пиро джоплина не моя вина что большинство горожан предпочитает эликсир соколова моему составу известному как бальзам пиро следует отметить что я не что не я дал ему такое название толпа невежд вновь сказал свое слово подкрепив его звонкой монетой они выбирают эликсир соколова хотя мое лекарство ничуть не хуже а то и лучше оба снадобья прославились как лекарство от удивительной удивительной чумы недавно разразившейся в городе я называю ее удивительной поскольку этот штамм отличается исключительно эффективностью история империи не знает ничего подобного чума охватила дануол не щадя никого и не останавливаясь ни перед чем в крови зараженных я выделил эту болезнь она почти совершенна она действительно великолепна и хотя бальзам пиро эликсир соколова в равной степени защищает тело от чумы мое снадобье обладает побочными свойствами которые непонятны до конца даже мне оно каким то образом влияет на разум и дух и в этом мое лекарство сильнее вот о чем нужно думать определяя победителя нашего состязания понимаете эликсир соколова укрепляет грубое звериное начало он предназначен для скота если можно так выразиться а в состав бальзама пиро входят более тонкие эфемерные ингредиенты влияющие на высшие функции которые и отличают человека от бездушных синезубых миног из реки эрин хэвен так синезубые миноги то есть там получается не пираньи это миноги походу ладно три вопроса надо загуглить отказ на просьбу пиро пиро я не собираюсь на это платить за это платить мешок кристаллического порошка тивианская руда чем плохие металлы гристоля и перья с кингспароу нужны перья пожертвовать своей подушкой возможно в академии денег не считали и покупали все что придет на ум взбалмошенным ученым здесь плачу я и у нас каждая монета на счету у нас мало ворваний еды эликсира строительных материалов и еще много чего так что советую умерить пыл говорю в последний раз я буду платить только за то без чего никак нельзя обойтись больше никакой медной проволоки и особых трав если они тебе нужны добывай их сам пол города лежит в руинах и вряд ли кто-то хватится того хлама который ты ищешь адмирал Хевлок новая запись поразительно да я могу так ну ладно возьмем с собой там все равно наверх надо ну первое мы едят естественно уроним баттерлав кремейт ну да ладно двести коинс двести монет потом посмотрим так пару моментов для себя прояснил значит правильно говорить регент ударение на Е первое это временно правящий государством второе ворван ударение на О это у нас получается китовое сало а-ля жир то есть именно им как раз и все и заправляют китовым жиром очень интересно и миноги это нифига не то что у нас тогда кусало миноги имеют какой-то бесчелюст они какие-то бесчелюстные я фотографии посмотрел и у них такие зубы с присосками что ли то есть они присасываются к рыбе и высасывают их кровь так что здесь я не знаю здесь вроде как просто ну не знаю из рода пираньевых то есть на пиранье тоже особо непонятно не похоже что-то из их рода так ладно читаем что здесь добычей а вот китового жира вот пожалуйста вот тебе ворвань это мы заберем пункт заправки ворванье по очереди почитаем так вот у нас кстати сохранится я нашел лови где-то давай поиграем лови включить что там что-то надо было включить какое-то задание вы дали что за задание установить бак с ворванье в гнездо включить раздачу чтобы получить пустой бак для ворванье нужен пустой бак так допустим а если мы это взорвем взять наверху свежий бак с ворванье установить бак с ворванье в гнездо вы целы? хорошо вы раздачки и еще что-то есть будьте пожалуйста осторожны так а допустим а вот аппарат раздающий баки с ворванье то есть они предусмотрели этот момент пустой бак на наполнитель так это понятно взять наверху свежий бак в общем ясно ладно мы будем мы даже в принципе здесь ни на что это не повлияло но все-таки загрузимся не будем ничего ломать мало ли так сундук нет что-то должно быть не может же быть просто пустой сундук странно пускай будет открытый так что у нас здесь обязанности инспектора отрывок из устава городской стражи на должность инспектора учрежденную лордом регентом в связи с эпидемией чумы назначаются офицеры низших и средних чинов в большинстве случаев согласно положению о комендантском части инспектор подчиняется дежурному офицеру однако именно инспектор распоряжается всем что касается чумы и умерших от нее включая больных на последней стадии в просторечии именуемых плакарщиками так включая больных на последней стадии то есть они будут больны от чумы и видимо они будут не совсем похожи на людей какие-то типа а-ля зомби отбор офицеров желающих получить должность инспектора начнется в месяц дождя выбранные пройдут двухнедельную подготовку оклад инспектором выдаются монетами и эликсиром в полуторном размере так хорошо я узнал что такое плакарщики неудачные эксперименты отрывки из цикла лекций по естественным наукам пьеро джоплин ну пьеро это я так понимаю вот этот механик да я попытался улучшить конструкцию соколова так а соколов это тот который антон который вначале рисовал там с палитры стоял а что то такого нет сомнений что эти идеи пришли к нему во время наших совместных изысканий в академии кстати я прочитал то что там когда тот рисовал этого верховного смотрителя не помню как его звали какой-то там короче того в красной кителе вот если там он рисует его портрет ну не портрет а в полный рост если в общем со стола убрать кувшин то на рисунке на картине тоже исчезнет кувшин но к сожалению это поздно прочитал так бы естественно попробовал так я к этому кувшину вообще не подходил так мы оба часть научного мира исследователи тайн мироздания даже величайший гений приходит к своим открытиям не без помощи окружающих которые умом и не блещут соколов ничуть не лучше прочих хотя и создал себе репутацию гения в аристократических кругах да большая часть моих опытов окончилась неудачей нет нужды шептаться об этом за моей спиной в клубах или высоких залах академии высокая цель требует риска сейчас вы смеетесь над моей дверью в никуда но однажды это устройство станет столь же привычным как электрические лампы которые зажигаются на улицах каждую ночь не так давно вы смеялись над разрядным столбом или световой стеной соколова ваше перешептывание ваши снисходительные улыбочки всего лишь проявление вашей ограниченности так соколов это получается в академии где-то там у них типа как ученый и как лекарь но это тоже получается как ученый но это как механик и лекарь у него тоже есть эликсир так дальше вивисекция кита так здесь две заметки естествоиспытателя ходившего на китобойном судне удивительно но все особи которых я имел удовольствие изучить имеют небольшие физиологические отличия на втором отрезке пути когда мы находились к востоку от Тивии команда загарпунила самку длиной свыше двух дюжин шагов на глаз ее вес составлял около 35 тонн не удивительно что корабль проседал и тяжело переваливался с борта на борт когда эта малютка шевелилась при свечах произвел вскрытие этого создания делая заметки и зарисовки не обращая внимания на утробное мычание я отрезал пучок щупальцев растущих возле пасти в самой пасти я обнаружил несколько рядов зубов и китовый ус протянувший протянувшийся вдоль верхней челюсти думаю это образование служит своеобразным ситом выбирающим из воды пищу слишком мелкую чтобы прожевать ладно добыча китового жира отрывок из дневника Эбенезера Гривза основателя жироварни Гривза пойманного в море зверя цепляют крюками к которым привязаны веревки тянущиеся как с корабля так и со шлюпок буйки не дают киту уйти на глубину и умереть там когда зверь выдыхается его цепляют громадным крюком за хвост и затягивают на корабль по специальному желобу чудище ревет пока команда поднимает его на борт и водружает на подмостке в носовой части затем корабль берет курс на данол а команда начинает работу над тушей срезая самые лучшие куски пока кит еще жив исток пункт заправки ворвания Соколов утратил преимущество в том что касается запасов ворвания добряк адмирал дал денег чтобы я смог установить мою собственную систему теперь я буду работать здесь при включении раздачек баков выдаст пустой контейнер для ворвания если поднести пустой бак кран наполнительно магнитный захват зажмет бак и зафиксирует его в правильном положении остается только нажать рычаг чтобы наполнить бак полный бак можно ценить и применять по назначению обращаться с осторожностью взрывоопасно на вид система надежна и хорошо продумана похоже инженерам Гривза удалось хотя бы раз собрать приличное устройство новая запись так аудиограф Академия пороповедует абсурдную идею будто бы энергия возникла в ворвании из необходимости поддерживать жизненные функции в жутких глубинах океана будто бы без этой силы живое существо не выдержит давление и холода я же допускаю что человек после адаптации сможет производить богатую энергию энергии телесную жидкость в собственном теле я мог бы построить резервуар и медленно нагнетать вокруг подопытного давления затем я бы наблюдал годами если потребуется не возникнет ли энергетическая субстанция без сомнения императрица сможет предоставить мне оборудование подопытного и дарует прощение если я вдруг нарушу какой закон если я нарушу какой закон так ладно это что куда ведет нужен ключ от мастерской пиро кстати ключ мы здесь не нашли он должен быть где-то здесь как убрать оружие в любом же можно убрать оружие так р не нажимаем какая-то кнопка должна убирать оружие колесико не убирает правой кнопкой мыши нельзя нажимать не могу с ним постоянно бегать контр блокировка шифт так нет как-то мне не убрать особо по идее второй раз если нажать на двойку мог бы и убрать ладно будем бегать так так забираем установить баг с ворванью в гнездо так а если у тебя так постучать отлично теперь поцените его так в принципе он не разбивается просто поднесите к гнезду магнетизм сделает остальное прекрасно спасибо корва видите маска ассасина за вашу полу обещан награды и полгорода знает вас в лицо маска же будет вызывать лишь ужас постойте на месте все должно быть по размеру вот вы хорошо видите линзы не отцентрованы вот так теперь лучше я умею многое улучшать снаряжение и оружие делать сороднообразные устройства однако положение наше довольно бедственное приносите из города ценные вещи а я буду продавать их на черном рынке тогда у нас хватит средств на изготовление всего необходимого скажите что я могу для вас сделать так посмотрим что у тебя есть не сейчас пьеро посмотрим а то есть ты нам будешь сейчас все продавать за монеты нужен 20 монет так арболитный болт максимум 10 штук так сначала улучшения посмотрим а вот здесь нормально так с улучшением так тогда получается это смысл покупать нет ну если играть скрытно конечно есть смысл покупать усыпляющие разрывная пуля такой у нас по-моему не было а нет одна из десяти при попадании взрывается пружинная мина ловушка которую можно установить почти на любую поверхность окружает врагу в сон боеприпас или арбалета клейкая граната граната которая приклеивается к врагам и почти любым поверхностям монтажный инструмент позволяет изменять электрические схемы и обманывать систему защиты одноразовый предмет так 09 дорого улучшение улучшение для оружия метки арбалет увеличивает кучность и точность стрельбы так это мы сейчас посмотрим какая у нас вообще есть стрельба дальнобойный арбалет болты летят быстрее и дальше перезарядка арбалетом быстрая перезарядка и возможность автоматической перезарядки боевой усыпляющий дротик даже в бою усыпляющие дротики действуют мгновенно улучшение пистолета корва позволяет улучшать пистолет кроме того выстрел наносит урон дополнительным целям на короткой дистанции открывает что открывает метки пистолет 1 пистолетный магазин 1 перезарядка пистолета 1 улучшение для снаряжения так ну здесь что-то еще откроется так хорошо дальность пружинной мины увеличивает радиус поражения пружинной мины скрещенные клинки позволяет эффективно атаковать врага скрестив с ним клинки а затем оттолкнув его так ну в принципе здесь все надо улучшение для снаряжения оптика для маски позволяет изменять масштаб изображения нажмите левый альт чтобы увеличить масштаб запас пули 1 увеличивает максимальный запас пули на 10 всего 20 открывает запас пуль 2 запас болтов то же самое запас гранат увеличивает максимальный запас гранат на 4 всего 9 так на всего 9 будет сейчас 5 запас пружинных мин на 4 всего 9 костяных амулетов позволяет носить на 1 костяной амулет больше всего 4 открывает запас костяных амулетов 2 пока еще неизвестно что такое но видимо какие-то амулет которые будут давать нам бонус так ладно сейчас посмотрим должно быть вы утомились пойдите поспите ваша жизнь станет еще сложнее отдыхайте пока можете да ты прав пойду посплю я хочу немного осмотреться перед сном хорошо вам виднее скажите если вам что-нибудь понадобится не так ремесленное руководство мастерская и улучшение на добытые вами деньги пьеро может создавать и улучшать снаряжение если вы найдете чертеж и принесете его пьеро то за определенную плату ул улучшит ваше снаряжение сделать это можно в любое время просто поговорить с пьеро так а тот за определенную плату улучшит ваше снаряжение я думал то так хорошо лечь в постель и отдохнуть так я сохранюсь посмотрим арбалет он и сейчас вроде как не особо то и как бы меткий ой не то взял достаточно метко не знаю насколько далеко здесь не видно так надо его найти а ты открыл проход так давай посмотрим что у тебя есть улучшение нам просто много не хватит посмотреть перезарядка арбалета попозже кучность и точность стрельбы берем но в целом по моему то же самое пистолет это не относится не относится он сейчас немножко ниже по моему полетел ну перезарядка не сказать что слишком медленная смотрим перезарядку не это намного быстрее да перезарядка мы наверное возьмем так и что у тебя еще и было это пока непонятно все-таки улучшение первое которое было летят быстрее и дальше ладно это потом оптика для маски еще попробуем остальное в принципе это понятно посмотрим что маска делается то есть я могу взять арбалет прицелиться и выстрелить хорошо ладно я все понял а если взять пистолет работает все работает так хорошо мы берем скорость стрельбы в любом случае так серьезно не не давай быструю загрузку не это загрузку вот это нужно но прям перед убийством сохраняется так посмотрим что у тебя есть по-любому тогда берем перезарядку арбалета оптику пока не знаю в принципе это не так важно сейчас клинки наверное взять либо дальнобойный арбалет они летят быстрее дальше здесь кучность и точность стрельбы вот эти две надо бы взять у нас на все не хватит ладно пускай будут болты летят быстрее и дальше в принципе все равно потом монеты наберем так сохраняемся сохранились тестируем все отлично хорошо летят теперь идем спать тогда кстати сейчас мы кое-что проверим еще а это ведь это не надо просто посмотрим как он выживет нет проверим меткость так должно как-то вот так стоять слишком просто ладно отсюда можно сохраняем все разбителось чудесно чудесно посмотрим изнутри а как а их 4 а почему 4 и тело не разрывается значит пегерол у нас очень крепкий все идем спать идем спать мы достаточно много здесь времени провели час тут бегал везде он опасный человек да очень опасный но тебе нечего бояться он заодно с нашими господами говорят он убил императрицу разумеется нет люди глупые верят всему что им говорят ладно если адмирал ему верит я тоже поверю я не опасный человек нельзя так да к сожалению так нельзя пройти для черной работы зовите Сесилию ее для того и наняли куда вы все пошли это наверно потом можно будет разбить как-то моя да так а кровать у нас походу не кровать дальше я думал здесь кровать кто-то прибрался такой а мы здесь на туда мы ходили доложимся спать кровать корова спасибо кто-то монетки оставил так ну теперь монетки конечно надо собирать раз они нужны для улучшения улучшения в принципе там неплохие будем собирать монетки еще хотя мы и так хорошо их собирали будем собирать еще лучше я не буду спать я посплю так а если я не буду спать соответственно следующее задание не начнется я буду я посплю лечь в постель и отдохнуть отель 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 у до